Рублём сегодня автоинспекция и сотрудники скорой помощи воспитывали сознательность и уважение к правилам дорожного движения водителей, не пропускающих автомобили со спецсигналами. Инициаторами рейда стали именно медики. Говорят, с каждым годом ситуация на дорогах для них становится всё хуже. Дорога уступает всё реже. От этого зависит жизнь пациентов. Альбина Минибаева узнала, сколько человек за час не пропустили скорую помощь. Бывают разные случаи. Некоторые пропускают, некоторые не пропускают. Рустам Садыков рассказывает, работает водителем не от ложки уже 11 лет и с каждым годом становится всё сложнее. Автомобилистов, не пропускающих транспорт со спецсигналами, всё больше. Жизни и здоровье пациентов зависит и от него. Но понимают это не все. В этом, говорит, и необходимость таких вот рейдов. Большинство с таким проведением рейдов стало более законопослушных водителей, более начинают уступать дорогу скорой помощи. Инициатором проверок сознательности водителей стали именно медики. Сотрудники ГИБДД им только помогают внушать автомобилистам, что скорую помощь пропускать необходимо. Кто-то из водителей был согласен, мол, да, не пропустил. Кто-то спорил, тем более в этом конкретном случае не было борьбы за жизнь пациента. А говорят, что я не предоставила скорой помощи. Но это неправильно, вы меня остановили. Имеется видеозапись, всё будет предоставлено в суде. Автоледи с мнением автоинспекторов не согласилась. Сначала твердила, что карету скорой помощи и вовсе не видела, а затем призналась, что лишь всего минуту ехала перед ней. После чего перестроилась. Всего сегодня автоинспекторы выявили шесть таких нарушителей. Раньше им показывали фильмы, чтобы знали, что происходит в скорой помощи, когда она едет в больницу или на вызов. Но поняли, рубль гораздо действеннее. В отношении данных водителей были составлены административные материалы по части 2 статьи 12.17 Кодекса об административных правонарушениях. Санкции данной статьи предусматривают наложение административных штрафов в размере 500 рублей. Вообще, статья предусматривает и лишение водительских прав на срок от 1 до 3 месяцев. Но в суды материалы сегодня не отправляли. Мероприятие всё же профилактическое. Альбина Минибаева, Нафиса Минязова, Константин Бушуев. Вызов 112.